Доброе утро! Сейчас 7 часов утра. Мы с Бобаном собрались ехать в одну баню. Ну, баня это курорт, да, по-сербски? Это си его друга. Он после операции на спину, на позвоночник, по-моему, получил там курс реабилитации. Что это за баня? Находится в часе санаторий, в часе от нас, от нашего города. А если будет возможность, я, конечно, всё это поснимаю. Семь утра, город полный, автомобили, люди, кто, куда, я не знаю, на работу, что ли, в Сибирьбул. Сейчас подвозили какого-то мужика, а он на сигареты. Ой, кошмар, всё провонял, так скажем, у нас машине. Ой, не могут разобраться здесь, кто куда кого. Кто правила не знает. Ну, ты имеешь в виду, видишь, что не знали, что было. Тут поклоняли его, послал его за что. Бобман возмущается, говорит, не знают правила, говорит, подарили им эти водительские удостоверения. Так, вот, это друг Бобана, зовут его Ненат. Да, вы дружите с какого? С начальной школы? Ага. С начальной школы они дружат. Он такой смешной, он когда смеётся, он прям заливается смехом, все вокруг смеются. Ну, я его называю Маркополу, потому что был случай, как он в классе шестом. В классе шестом-седьмом он решил, значит, отправиться в путешествие из Смедрова в другой город, в Панчево, какой, я не помню. А, Великоградиш, ты на лодочке, взял лодку, спёр и поплыл, короче, по Дунаю. И что было Бобан дальше? Мы увидели рыбаки. Увидели рыбаки, поймали его эту, притащили на берегу. Да, не испугались, думали, что он утонет. Ну да, что он утонет. Ну, короче, его чуть не отпиздохали, отобрали лодку и отправились домой, да? Да, у меня то начало, 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 рот, а они взяли нож и эту лодку, они... Ага. И ножом провели, да. Взяли себе в эту свою лодку и всё, пошёл домой. Ну, так вот его приключение закончилось, не успев вточаться. Да. Короче, а так он вообще неплохой человек, так, ну, как я говорю, как и Бобан, столько же ему лет, неженат. Вот, и очень хорошо он разбирается в астрологии, в гороскопах. Что ты сказала, он насчёт гороскопов и живёт? Да. Составляет гороскопы, у него очень большая очередь, и он не успевает, он даже вот... Насколько Бобан его просил, он сказал, извини, говорит, ну, не могу, у меня на два, на три месяца расписано много заказов. Говорит, я не могу. Вот, ну, нам повезло, это было, правда, в начале нашего, где-то, да, нашей жизни, он нас пригласил, мы были у него, он рассказал про меня всё прям. Ну, я тогда язык-то и так и не понимала, всё это через переводы. Ну, всё равно я понял, я знаю. Бобан понял, он говорит, он знает, и всё это правда сказал, да? Почти. Да, он всё написать, две-три бумаги, там, сколько, и 30-40 евро, и всё. Ну, короче, он сказал, что я близнец-близнеце, да, что-то такое, двойной близнец. Самое страшное, сказал, Бобан, ты не представляешь, что ты резвёшь? Да, ладно, ну, справимся, справлюсь. Ну, такие вот дела. Где он там? Чё, не знаю. Доехали мы быстро, пока ехали, разговаривали, заболтались и даже поснимать забыла. Такое вот место, такая вот, в такой санаторий, красивое. Сейчас пойдём, посмотрим, где его оставить. Здесь корпуса здесь, пахнет прекрасно. Мужички суетятся, суетятся мужички. Свежо так, прохладненько сегодня. Девочки, кому жених нужен? А? Кому, говорю, жених нужен? Вот он. Высокий, в марафон, в марафонах участвует, бегает. Это мои друзья с первой класса. Какое красивое дерево. Как называется? Я не знаю. Ой, какое ароматное. Какая красота. О, вон, ты в первый раз в этой бане? А? В первый раз в этой бане? Да, в первый раз. Как она называется? Селтерс. Селтерс. Ждём, наверное, когда он побежал в машину. Я не помню. Чего-то там забыл. Он вообще какой-то смотанный сегодня. Адреналин. Решил кофе взять. Здесь сегодня не принимают кофе, сидим опять там. А так, как я сказала, мы находимся сейчас в другом корпусе, он такой, немножко дешеватый. Идём обратно, где мы были во втором. Посмотрите, какая природа. Вот этот санаторий, да, лечебница, она за реабилитацию опорно-двигательного аппарата. Очень красиво. Есть такие необычные деревья. Сейчас мы подойдём туда, я вам покажу. Там тут даже аллея из этих деревьев. Они какие-то как карагат, что ли. Я не знаю, как они называются. Если кто-то из вас знает, напишите, просветите меня, чтобы я не казалась надеждой. Это дерево. Обрезанные ветки. И довольно-таки интересно смотрится. И вот так вот практически вся территория, всё зелёное. Мужики сели в машину, а я решила пройтись пешком. Я люблю ходить гулять пешком по бане. Вот сейчас вот спускаюсь вниз. Вороны, сарайка, кто кричат? Вот такое большое дерево. Древнее какое-то. Вот так корпус выглядит. Это корпус номер один. А мы идём в корпус номер два, где вполне такое приличное всё. Вот я около второго корпуса. Вот так выглядит этот стационар. Красивый такой вот. Снаружи, если посмотреть. Очень много приехало людей. Большая парковка. Вот они сидят, прежде чем заселиться, можно заполнить какие-то бумаги. Поднимаемся мы в его комнату. Он попросил, чтобы мы его проводили, посмотрели. Давайте поднимемся вместе с нами. У него комната на втором этаже. По-серусски. А по-русски это третий этаж. Сейчас он зайдёт в комнату, а потом, ему сказали, он пойдёт до ЭКГ. Вот. Второй страт написано. Вот идём. Как достигнется. Я сама первый раз такой. Умные всё. Фрески. 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 Добро пожаловать! Доброе, доброе. Ставь торбу, без торбы. Ради овощ телевизор. Има своё ВЦ, да? Да, да, овощи, да. А видишь, овощи, овощи словаря. А видишь, овощи словаря. А видишь, овощи словаря. Да, овощи словаря. Да, да, овощи, да. Вот так вот. Выглядит в полной себе привычной. Я вам скажу. Его распределили с людьми, которые не курят. То есть он заполнял макету. Курящий, пьющий. И поселили. Сейчас опять, когда мы домой. Вот, посмотрите. И бассейн. Довольно-таки глубокий. Я целый невинно, правда. Ледник. Ну, ничего. Там детский маленький один. Именно вот такой. Вокруг природа. Значит, здесь, смотрите. Большой ресторан. Кафана. Кафе. Магазин. Почта. Аптека. Единственное, что, да, темновато. Потому что, ну, такое состояние. Все, видите, балконы нависают. Пахнет кофе. Очень хорошо пахнет кофе. Такие вот зоны комфорта, отдыха. Все. Прикольно. И все сделано для людей вот с ограниченной подвижностью. Совсем инвалидов мы видели только. Вернее, людей с ограниченными возможностями здоровья. Это в первом корпусе, где мы были. Там и колясочники, и на костылях. А здесь такие вот более-менее люди, которые могут двигаться. По-моему, себе так прилично, скажем. Немножко подвела погода. Такая серая дождь не обещает, но пасмурная. Такая серая дождь, а мы поедем домой. Так, мы вышли, идем к своему автомобилю. Запах прекрасный. Боба, тебе жарко? Да. Скинул он. Вот, накрапывая дождь. Слушай, хотя не обещали, да? Не давали дождя. Все классненько так. Ненат говорит, будет ходить, фотографировать. Говорит, надо мной мужики смеются. Говорят, ты бы, говорит, на девчонок нападал. А ты сейчас будешь ходить. Ну, я вам говорила, что он в марафоне участвует в Белградском. И у нас постоянно он с нашего города до другого города идет. Турчит, бегает. Вот. Поехали мы. А мы с Гованом, как те купцы, покупатели, и в любом городе съезжаем в магазин Лиза. Ну, он просто был у нас по пути. А у нас и так чуть ли я бы закупался на день, мы с Гованом закупаемся. Мы бы закупились в нашем магазине. Ну, а здесь магазин Лида Умладеновац. Мы зайдем и посмотрим. Может быть, что-то прикупаем. Я вот Елешку взяла. Бом сходил, в машину взял пакет. Пойдем посмотрим, что здесь есть. А сейчас проезжаем по селу. Тут столько полей огородов, как говорит, садов. Брест, персики. Правильно же говорю? Да. Вот. Дубона, да, называется село? Вот. То есть занимаются они аграр, аграрный такой. Вот. Сейчас покажу. Вот они, сады в основном у всех. Такие вот. Есть только посаженные, есть, которые, в общем-то, давно. И большие-большие гектары, да. И не успеваю просто. Вот. Покажу так. Где-нибудь, если, может быть, мимо будем проезжать, остановимся, покажу. А я ищу дерево сирени, чтобы оно было ничьё. Чтобы нарвать себе сирени, надёргать. Да. Молодой виноградник, да? Молодой вообще. Вот это виноградник. Смотрите, какой вид. Вообще классно. Проезжали сейчас дворы. И в основном у них цветы это тюльпаны. А я тюльпаны не люблю. А почему я не люблю тюльпаны? Я с ним увидел только для спонсоров. Потому что там будет личная информация. Так что, кому интересно, можете увидеть контент у меня на странице, на моём канале. Вот, пожалуйста, проезжаем. Ну, красота ведь. Сербия. Да. Показываю. Проезжаем. Опять персики, яблоки, яблоковые сады. Показываю. 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 Оно всё туда вниз он уходит. Оно всё здесь. Лево, справа, не успеваю. В кругом сады. Это уже большой сад такой, да? Да. Такой. Черешня. Черешня? Ааа. Вот здесь будут собирать, требоваться будут работники на черешню. Пожалуйста, работа сезонная есть. Собирать черешни, ягоды. Вот. Ну, красота. Красота. Подготовленные поля для посадки уже. Мы с Бобаном приехали уже в нашем городе. Идём по делам. Дома у меня ничего не сварено. И потому что у нас ещё будет какое-то время, мы будем в городе. И поэтому решили зайти пообедать в столовую. Как раз она сейчас должна быть открыта, пока нашли паркинг. Бобаны, а здесь мы можем свернуть? Или там? А вот здесь какая зона? А, да. И даже заплатили. Ой, заплатили. Идём посмотреть, какая зона, где мы припарковались. Припарковались от этой столовой. Ну, короче, далеко. Сейчас надо посмотреть, какая зона оплатить. И спокойно пойти пообедать. И дальше уже заниматься своими делами. Очень свежо на улице. От дождя свежесть. Ой, как пахнет. Ёлочка, сосна. Сосна, что это? Сосна. Уже всё, уже заговорилось. Вот. Идём посмотрим, какая это зона. Это зона номер 3. Зелёная. Вот. Люди уже всё, цветы, бобан, посмотри, вытащили на улицу. Я думаю, что и кактус уже можно, наш кактусович. Да, уже можно. Тоже можно. Он такой большой, жирненький у нас. Расцвёл, так скажем, дома. Зажирел на домашних харчах. Да, бобаны? Да. Вот. Идём. Что-то я такая голодная. Вот так вот выглядит эта столовая. Здесь раньше был ресторан, который назывался Бавария. Сосна. Было вкусное пиво. Курочка была. Вкусненькая. Ой. Пахнет рыбой. Посмотрим, что сегодня у нас тут. Меню. Ага. Всё сами. Пасуль, гуляш, плов, фичурки, грибы, суп. То есть, даже суп есть. То есть, смотри, ела, да, на плюс супа 410. Киаброк, салата 100 граммов, лазанья, шницель, рататой, скуша, пастором, когда, как я и говорила, скумбрия, паприкаш. Ну, идём, посмотрим, да, и выберем. Сегодня у нас. Салат, огурцы. А здесь уже сами можете себе намешать. Ну, здесь всё, конечно, белое. Питья. Это Саня. Да, да. Коп. Сядом стоит 490 граммов. Сядом стоит 740, короче, двенадцать. Обед. Я взяла себе салат, ты, Боба взяла салат. Сколько, Боба взял, сколько у тебя? Шницель? Да. С виною и пюре. А я взяла куриную печень с макаронами и калеку. Ну, приправа всегда у них стоит на столе. Ой, приятного аппетита. Спасибо. Итак, мы с Боба нам дома. Всё у нас хорошо. Покушали, сделали дела. Сейчас будем заниматься домашними делами. А с вами была Елена. Пока-пока.